Приветствую вас, давайте попробуем разобраться все-таки с тем, что вы написали. Назве двое, с молодым человеком вместе были 5 лет, полгода взяли вместе и расстались 3 месяца назад. Ну, сколько вам лет вы не написали, да, там что-то была бы важная информация. Вот, ну, смотрите, 5 лет вы встречались, 5 лет это, в общем-то, довольно большой срок. И если за 5 лет вы всего лишь полгода жили вместе, даже без братья, то есть мужчина не сделал нам предложения за 5 лет, то есть, это говорит как минимум, как минимум о том, что человек, ну, наверное, вообще не готов вам, как бы, дать какие-то серьезные отношения. Потому что, ну, если уже 5 лет вы были вместе, полгода жили, то можно было проверить там уже, вот, просто все, все, все можно было проверить. Абсолютно все чувства, все эмоции и так далее. Но в итоге этого не произошло, вы сами видите, что этого не случилось, да, не случилось. То есть, молодой человек вас, видимо, не воспринял, как, ну, как девочку, как женщину, да, вот, либо там, может быть, у него какие-то проблемы были изначально. То есть, здесь, в принципе, очень много вариантов есть, почему мужчина вот именно, именно вот так себя повел с вами, а не как-то иначе. Иначе, да, вот, очень много есть, да, вариантов, но вы не написали причину расставания, да, то есть, почему вы расставались, вы не написали. Вот, а жаль, потому что это действительно очень важная информация была бы, вот, ну, значит, вы спрашиваете, как мне сделать так, чтобы он, мужчина, обратил на меня внимание, да, как мне сделать так, чтобы он, мужчина, проявлял ко мне интерес, вот, значит, как сделать? Ну, во-первых, 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 вам, ему, мужчине, собственно, будем дать почувствовать себя таковым с вами. Вообще. Потому что, если он этого не чувствует, если он не чувствует, не чувствует себя, с вами, мужчина, то и отношений между вами, ну, вот, как бы, в принципе, не будет. Потому что им не на чем, не на чем будет, эм, основываться, да, не на чем им будет как-то, эм, видеться. Вот, ну, просто не на чем, просто не на чем. Поэтому это вот, эээ, пожалуй, первый такой, эээ, важный момент, что если, если вы хотите, чтобы мужчина, ээээ, проявлял к вам интерес, то нужно сперва, чтобы он вообще почувствовал себя, эээ, с вами, эээ, мужчиной. А для этого нужно понять, как, какой он мужчина вообще. То есть, что он из себя представляет, ээээ, как мужчина. Что он, эээ, значит, как мужчина, эээ, что ему важно, как мужчине, да, ээээ, вот. То есть, это, ээээ, такие вот, очень важные моменты, о которых, эээ, вам нужно подумать. Дальше, вы узнали, ээээ, значит, какую мужчину, допустим. Узнали. Хорошо. Ну, узнать мало. Теперь, когда вы узнали, вам нужно, ведь не просто так. Не просто так вот. Взяли, узнали и все. Так это, ээээ, срезина не работает. То есть, если вы хотите, чтобы, эээ, ситуация как-то, эээ, раскрывалась, да, лучше. Нужно, чтобы у вас были, именно, ресурсы. Именно ресурсы. Именно ресурсы для того, чтобы иметь возможность сделать, эээ, мужчину, мужчины с вами. Для этого нужно, опять же, ээээ, понять, какая вы женщина. То есть, что вы из себя представляете, как женщина. Какого мужчину вы можете сделать счастливым. Например. Это, это, плоди, знаете, довольно такой, ну, довольно важный момент. Не такой простой вопрос, на самом, на самом деле. Понимаете? Да? Тоже, о чем идет речь. Потому что, если вы, например, как женщина обладаете одной ценностью, допустим, а мужчина обладает другой ценностью, допустим, опять же, ну, своей, своей ценностью, то вы вместе не сойдетесь, потому что вы, как женщина, можете сделать мужчину мужчиной, только строго определенного. Без вреда себе. Заметьте, без вреда себе. Вот. Вы можете это сделать. Именно без вреда себе. Если мы говорим о вреде себе, то, да, любого. Можете сделать любого, в принципе, счастливого. Да. Но именно без вреда себе вы можете сделать только определенного. И вот на этом и нужно, да, взять, в принципе, ваше внимание, свое внимание. Да? Дальше. Дальше. Следующим пунктом идет тот момент, что вы даете возможность человеку общаться с вами максимально комфортно. то есть не нужно на него там возить, не нужно на него там не нужно его притинговать, да, нужно просто позволить ему быть собой, нужно просто позволить ему быть тем, кто он есть, вот, и довольствоваться, ну, как бы, как довольствоваться, быть готовым, получать от него то, что он может вам дать. Реально. По факту. не то, чего вам хотелось, это довольно эгоистичный момент, а именно то, что он может отдать. И вот это как раз этот момент как раз он и поможет вам значит вызвать у мужчины максимальный интерес к вам же. Но никто его вам конечно гарантировать не может. Особенно если учесть тот факт, что мы не знаем причины, по которым он ну, по которым он расстался. И мы не знаем, почему он не хочет причаться. И чем продиктована его ревность. То есть либо эта ревность продиктована тем, что допустим ну тем, что он не уверен в себе. Либо тем, что вы ему даете повод. Понимаете, да? То есть слишком много моментов, которые не прояснены. А хочется еще вам дать такой адекватный ответ, а не гадать. поэтому вот пока то, что я могу ответить, это такой довольно общий ответ, который пытается как бы как можно больше ситуации охладить. но именно для вас, именно подходящий ответ для вас, я думаю, можно будет продолжать только после детального анализа вашей проблемы. на этом все, надеюсь, помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку выбора помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен за оценку, желаю вам всего самого доброго и удачи. доброго доброго